Всем добрый день! Сегодня мы покажем процедуру всесезонного поверхностного пилинга на основе миндальной молочной ферруловой кислоты на нашей прекрасной клиентке, у которой комбинированный тип кожи склонны к воспалениям, но воспаление находится в ремиссии. Этот пилинг ей хорошо показан. Мы поэтапно сделаем всю процедуру, да, вы посмотрите, как это хорошо можно и быстро сделать. Начнем мы процедуру с поверхностного очищения. Так как у нас наш пациент без макияжа ответственно подошел к этому делу, то нам будет достаточно два раза умыть мягким очищающим средством. Берем либо очищающий мус-витамин С, либо гель очищающий и производим очищение кожи от загрязнений. Если бы на коже Насте был плотный макияж, тогда бы мы взяли дополнительно гидрофильное масло или молочко и очистили сначала кожу от макияжа специализированным, предназначенным для этого средства. Напоминаю всем, что чтобы кожу не стягивала после умывания, даже если мы очень мягкое очищение используем, мы должны наносить очищающие средства на влажную кожу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы умыли нашего пациента прекрасного. И теперь важный момент. Если мы не знаем кожу пациента, то есть что она не очень чувствительная, плотная, грубоватая, то мы с осторожностью проводим процедуру предухода. То есть нам иной раз достаточно просто протонизировать кислым тоником и дальше можно нанести в один слой первый раз данный пилинг. И экспозицию мы смотрим по ощущениям пациента, нет ли сильного какого-то дискомфорта, жжения или покраснения. И экспозиция может быть от 5 до 15 минут. Если же мы кожу в принципе знаем, или мы уже делаем пилинг не первый раз, или кожа плотная, грубо изначально, склонная к гиперкератозу, то мы можем усилить действие пилинга и улучшить его равномерность проникновения в роговой слой эпидермиса путем так называемого предварительного ухода. И для этого предварительного ухода мы используем мягкий, легкий наш энзимный пилинг, энзимную пектиновую маску с ферментом папаины, молочной кислотой, по которым мы можем сделать массаж в течение 10-15 минут, можем сократить время экспозиции энзимной маски. Она также понизит немножечко pH кожи, то есть у нас не будет большой разницей между pH изначальным и pH пилинга, который мы наносим. И тогда мы, соответственно, усилием действие пилинга немножко. Поэтому сейчас, так как кожа Насте достаточно мне известна, и она не является особенно чувствительной, и в общем-то она, скорее всего, не среагирует как на это негативно, я добавлю этап предухода с энзимной пектиновой маской в процедуру пилинга. А вы уже можете это опционально, как бы добавлять или не добавлять, в зависимости от ситуации и от состояния кожи. Небольшое количество энзимной маски мы наносим на лицо. И в данном случае сделаем по ней легкий массаж. Если гиперкератоз очень сильно выражен, много закупоренных пор и так далее, то мы можем накрыть ее пленкой и не делать по ней массаж, а просто сделать классическое холодное распаривание, используя в качестве средства для холодного распаривания как раз вот этот энзимный пилинг. Его тоже можно, кстати, делать всесезонно. Смачиваем ручки чистой водой. И распределяем пилинг по коже в течение того времени, которое мы запланировали. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... От пилинга мы подержали 10 минут, до 15 минут его экспозиция. И теперь мы чистенькой водичкой его смываем. Это энзимный пилинг, еще раз повторю, чтобы не путались. Это подготовка к уже основному пилингу, всесезонному гелевому, который мы будем наносить на этапе активного ухода. Это был предварительный уход. Радостная новость. По традиции мы решили снова провести конкурс и разыграть прекрасную нашу очищающую пенку, мусс, с витамином С. Которая по традиции гельтековских очищающих средств не содержит ни одного агрессивного поверхностно-активного вещества. Ни сушит кожу, ни стягивает ее. Отлично подходит для всех типов кожи и для всех состояний. То есть для обезвоженной, чувствительной кожи, проблемной кожи. Чтобы выиграть эту пенку, достаточно быть подписанным на наш канал, поставить лайк этому видео и написать что-нибудь под ним в комментариях. И в одном из следующих видео, рандомном, мы выберем победителя. И самое главное, чтобы этот победитель проживал в Российской Федерации, чтобы мы имели возможность приз ему отправить. Участвуйте! Умываем еще раз, чтобы не осталось у нас энзимного пилинга на лице. После энзимной маски мы уже видим, что появился такой лоск. И кожа выглядит значительно более гладкой. Если вдруг нам, как говорится, приспичит выдавить пару комедончиков, мы можем это сделать. Они вылетают буквально сами. Вот прям в руки идут. Но мы сейчас не будем этим заниматься, потому что у нас цель другая. Все, кожу мы очистили. Завершить глубокое очищение нам нужно тоником. И в данном случае я выбираю тоник с аха-кислотами, который также немножечко снизит ПАЖ кожи. ПАЖ у него в диапазоне примерно 3,6-3,8. И как раз в данном случае хорошо дополнит наш основной этап процедуры пилинга. Кожа у нас готова к нанесению нашего всесезонного пилинга. Пилинг у нас новиночка. Вот в такой вот упаковочке. Он имеет слегка маслянистую текстуру. Наносить его удобно кистью. И берем чистенькую плошечку. И слоев может быть до 3. Интервал между ними в среднем 5 минут. Если мы хотим усилить пенетрацию пилинга, чтобы он глубже проник, усилить его эффект, мы можем втирать. Можем просто наносить, а можем втирать. Все зависит от состояния кожи, от того, какую по счету мы процедуру делаем. Первую, вторую, третью, четверть, пятую. Как правило, достаточно на курс 5-6 процедур с интервалом в неделю-полторы. Ну, как правило, неделя. Потому что реабилитации после него никакой практически не нужно. Вот такой вот желтоватенький. Я бы сказал, золотистый. Наносим тонким слоем. Может быть покалывание, легкое такое жжение, но сильного дискомфорта быть не должно. Пилинг имеет такую гелевую текстуру, как я уже говорила, слегка маслянистую. И вот эта коллоидная система, она позволяет кислотам высвобождаться постепенно, не резко, не так, как вот, что характерно для спиртовых, например, пилингов. И это как раз дает возможность комфортно провести процедуру. Вот мы сейчас Настю спросим, что он ощущает. Покалывание есть? Покалывание. Очень легкое, легкое. Фактически незаметно. Вот так же мы его можем нанести на шею и область декольте. В среднем расход на лицо обычных размеров около, наверное, 3-4 миллилитров. С декольте может быть чуточку побольше, до 5-6 миллилитров уйдет. Вот, собственно, мы его нанесли. И мы можем вот так его оставить и подождать 5 минут. Также мы можем немножечко ускорить процесс и начать его легкими, массирующими, не агрессивными движениями втирать. Так как пилинг поверхностный, легкий, мы можем достаточно близко к области глаз. Наносить его фактически по костному краю орбиты. Затрагивает область, где у нас может быть дряблой кожей морщинки. Не усиливается женивность? Могу сказать, что... Комфортно, да? Да, очень. Продолжение следует... Продолжение следует... Пару минут его повторяли, оставим еще на 3 минутки подействовать. Прошло 5 минут. После нанесения первого слоя нашего всесезонного пилинга я возьму еще небольшое количество и нанесу второй слой. Если вы делаете пилинг первый раз, и кожа у вас, возможно, чувствительная, то одним слоем советую ограничиться и смывать. Смывается он водой, нейтрализация не требует... Просто большим количеством воды, прохладной или такой еле теплой, комфортной температуры, можете его смыть. Нанесем еще один слой. На шею я второй слой, наверное, не буду наносить. На шею бывает кожа более чувствительная, чем на лице. На самые чувствительные зоны вокруг рта наносим в последнюю очередь. Зону вокруг вас можем пройтись прямо под костный край орбиты, практически под нижний веко. Его можно наносить. Немножечко его распределю тоже. Активно втирать уже второй слой не буду. Покалывает? Да, слегка. Сильнее, чем первый раз или так же? Чуть сильнее. Обязательно общаемся с пациентом, с нашим, и спрашиваем о ощущениях. То есть не должно быть каких-то прям сильных дискомфортов. Ну, естественно, если были бы очень сильно дискомфортные, я бы видела гиперемию, скорее всего. Но в любом случае надо выяснять, что пациент чувствует. То, что наши доблестные женщины, которые в горящую избу и коня, они считают порой, что чем больнее, тем эффективнее. Но это не всегда правильно. Поэтому сильного дискомфорта быть не должно. Ну, и, соответственно, покраснений, каких-то там реакций, пятен, зуда. То есть то, что может быть проявлением, например, аллергии, тоже быть не должно. Оставим еще подействовать на 5 минут. Как я уже говорила, нейтрализация этот пилинг не требует. Достаточно смыть его большим количеством слегка теплой или прохладной воды. Этот пилинг является еще и таким хорошим способом сделать так называемый флэш пилинг. То есть пилинг на выход. Так как он не дает каких-то выраженных покраснений, шелушений и прочего, то даже если он и даст мелкопластинчатое шелушение, это будет все равно происходить где-то на второй-третий день, а не в день нанесения. А в день нанесения кожа будет идеально гладкой, такой прям напитанной и ухоженной. Поэтому его в один слой, естественно, может быть сокращенной экспозицией, все зависит от чувствительности кожи и ее состояния, мы можем использовать в качестве флэш пилинга. Так называемого. То есть такой быстрой красоты процедура. Пилинг на выход. Речка такая сразу же беленькая становится, равномерненькая. Сейчас еще раз для верности пора мою. Рецепт. Обязательно зоны такие, где может забраться капелька пилинга и плохо умываться. Проходим тщательно. Вокруг носа, в частности. И завершим мы эту процедуру тонизации. Тоник мы возьмем уже нейтральный, то есть не с кислым ПАЖ, а с нейтральным ПАЖ. В данном случае я взяла тоник для жирной проблемной кожи. Он, несмотря на такое грозное название, если вдруг кто не знает, является просто балансирующим тоником. Там основное действующее существует экстракт гомомелиса, регулирует выработку кожного сала, насколько это возможно вообще осуществить тоником, восстанавливает ПАЖ до нормальной величины. То есть это диапазон на самом деле у нас у кожи ПАЖ от 4,5 до 5,5 в норме. Тоники, как правило, нейтрально имеют ПАЖ до 6, то есть между 5 и 6. И быстренько восстанавливают после очищающих процедур, после косметических процедур любых, кислотность кожи. Вот, собственно, мы все прошлись везде. И чем мы будем завершать данную процедуру? Для того, чтобы у нас кожа быстро регенерировала, она у нас не повреждена, но на всякий случай мы нанесем в качестве активного средства, в качестве, можно сказать, даже сыворотки гель интенсив регенерации с депантенолом, бета-глюканом, противоспалительными экстрактами ромашки и календулы. Сюда чуть-чуть добавлю еще. Таким образом, мы простимулируем, немножечко подстегнем кожный иммунитет, потому что все-таки кислоты, они немножко подразрушают наш барьер защитный. И таким образом, с помощью такого активного средства, мы можем его восстановить быстро. Но наша нормальная микрофлора, она любит кислый ПАЖ, поэтому благосклонно относится к таким вот легким поверхностным пилингам, если, конечно, не превышать экспозицию, не делать их слишком часто. И, в общем, использовать информацию правильно, читать инструкцию, прежде чем что-то делать. Регенерацию мы нанесли. И в данном случае у нас два варианта завершения процедуры. Или средства с максимальным SPF, то есть это мультипротектор, oil-free, SPF 50+, либо это увлажняющий крем, который тоже имеет SPF 10, либо это крем для комбинированной кожи, у нас тоже есть очень похожий на увлажняющий крем с SPF 15. В принципе, эти все средства подходят Насте. В данном случае я его закрою так, как бы, если бы сейчас солнце было более активным, чтобы просто показать, как наносится, распределяется и вообще лежит на коже наш мультипротектор. Мультипротектор – это спасение, на самом деле, для людей с комбинированной и жирной кожей, потому что найти средства с максимальной степенью защиты с текстурой oil-free – это достаточно сложная задача, и данный крем разрабатывался специально с учетом потребностей такой кожи. Его можно, конечно же, использовать и при сухой коже, просто для сухой кожи вариантов больше. Можно взять практически любой хороший качественный крем с солнцезащитным фактором 30 и выше, и он нормально ляжет, не будет эффекта жирного блинчика. У Насты немножечко суховатые губы, и я капну наш барьерный церамидский сейвер в качестве гигиенической помады. Можно даже сделать такое движение, как будто помадность. Вот, отлично. Крем у нас впитывается. Естественно, я нанесла немножко больше такое количество. Ему нужно немножечко времени, чтобы впитаться. И, в принципе, когда у нас уже крем впитался, мы можем промокнуть или сухой салфеточкой, какая есть. Или бумажный, или нетканый такой. Ну и, собственно, готово дело. Вот, можно, наверное, на этом и закончить. Ещё раз проговорю, что в домашний уход у нас пойдёт. У нас пойдёт тоже регенерация, у нас пойдёт какое-то из средств с СПФ. Если мы имеем, опять-таки, грубую, плотную кожу, гиперкератозную, и хотим усилить действие пилинга, мы можем взять в домашний уход сыворотку Альфа-Дерм, которая тоже, как основной компонент, содержит миндальную кислоту. И, допустим, через день, или для некоторых, даже ежедневно, но это уже такой экстремальный вариант, использовать вечером вот эту сыворотку, которая будет немножечко дополнять эффект пилинга. А пилинг при этом делать, допустим, 5 или 6 раз, ну или 4 раз минимум, раз в неделю или раз в полторы недели. Таким образом, мы эффект будем немножечко потенциировать и усиливать ещё и интенсивными средствами в домашнем уходе. Если же нам не нужно усиливать действие пилинга, а только восстанавливать барьерную функцию, мы можем использовать сарамид с кинсейвером, если есть шелушение, то есть как бы вот этот вот барьерный гель с сарамидами. Мы можем обязательно на него днём наносить СПФ в соответствии с индексом инсоляции. А вечером, например, использовать активно увлажняющие сыворотки, 3D увлажнение, интенсив омоложение. Можем закрывать их ночным кремом, тем, что для вас привычен, или там спа, апельсин, если более сухая кожа, или крем увлажняющий ночной из серии Хомке, если кожа комбинированная. Или, например, для жирной комбинированной кожи зачастую достаточно только сыворотки вечером. И кроме того, если сухая комбинированная кожа, не надо забывать о зоне вокруг глаз. И иногда даже при жирной коже зона вокруг глаз нуждается в дополнительном уходе. Поэтому можно взять, допустим, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. И вечером наносить гелевую сыворотку на всё лицо, шею и декольте. А на зону вокруг глаз кремовую сыворотку с эффектом лифтинга для век. На этом нашу процедуру лёгкого всесезонного пилинга с миндальной фируловой молочной кислотой можно считать законченной. И жду ваших вопросов в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы первыми видеть наше новое видео. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok